Те, кто в Бразилию не поехал, поудобнее усаживаются перед экранами телевизоров и выбирают, за кого болеть. Виталий Тарасов провел опрос, чью сборную фаворитом считают болельщики, а на кого ставят эксперты. Хотя среди этих флагов украинского нет, наша сборная не попала на бразильский мундиаль, но украинские болельщики обещают провести этот месяц футбола довольно активно. Например, в столичных пабах места расписаны на неделю вперед. Символика чемпионата мира повсюду. Футболки, шапки, дудки. Каждый второй тост за Украину. Слава Украине! Героям слава! Но своего фаворита на этом чемпионате нужно выбирать из других сборных. Большинство к этому относятся с юмором. За Бразилию. Почему? Уже сиськи большие, расскажи. Потому что они лучше всех играют в футбол. А кого знаете в сборной Бразилии? Никого. Никого. Совпадение или нет, но хозяевам чемпионата пророчат победу и букмекеры. Если сейчас сделать ставку на Селесау, деньги можно приумножить почти в 4 раза. Так что Владимир долго не думал. Если бы отдать свою преимущество и отдать свои заработные деньги, я бы все-таки не рисковал ставить на какую-то темную конечку. Я бы отдал все-таки деньги за Бразилию. Свои деньги. Но если бы рисковать и заработать, то я бы порадил поставить на Бельгию, где коэффициент 25. Ты можешь поставить 100 гривен, а выиграть 2,5 тысячи. К команду Бельгии не списывают со счетовы футбольные эксперты. Настораживает лишь одна закономерность. На американском континенте команды из Европы не побеждали ни разу. Они играют на стадионах обязательно в Среднегорье. То есть выше тысячи метров. В Европе нет таких. Не хватает вот этого воздуха. Вот поэтому, наверное, одна из причин, что европейцы не могут никак выиграть в Южной Америке. Эксперт Вадим Евтушенко тоже отдает предпочтение пентакомпионам. Говорит, они просто не имеют права провалить домашний мундиаль. А их основной цвет, желто-синий, будет напоминать сборную Украины, которую обошли французы. Там вместе с французами Швейцария, Эквадор и Гондурас, если я не ошибаюсь, то я думаю, что у нашей сборной попало вместо французов эту группу. Я думаю, что были хорошие шансы пройти дальше. А еще в числе фаворитов соревнований действующий чемпион Европы и мира Испания, а также Аргентина и Германия. Виталий Тарасов, Юрий Керча и Евгений Овсиенко. События. Канал Украина.